Всем привет! Вы на канале LiveCrypto и сегодня я вам расскажу про проект, который называется KKB12. И данный проект служит для того, чтобы снизить риски при инвестировании в ICO, избавиться от мошенничества на этом рынке и все, что именно связано с инвестированием в ICO и участием в ICO. Данный проект, на мой взгляд, достаточно актуален сейчас, особенно когда в индустрии существует достаточно много мошенников, много проектов в ICO, которые по итогу оказываются нечестными, то есть либо они в принципе ничего не делают, либо поставленные задачи не выполняют согласно плану, но соответственно инвесторы от этого страдают, потому что они не получают той выгоды, которую бы они хотели получить. Так вот, V12 это открытый протокол для создания и исполнения смарт-контрактов. Протокол сделан из шаблонов смарт-контрактов, управления DAO и децентрализованной сети Oracle, которая контролирует выполнение дорожной карты проекта. V12 создает децентрализованную инфраструктуру, в которой доверие между сторонами не требуется. Протокол использует блокчейн-технологию для обеспечения прозрачности и адресности транзакций, смарт-контрактов и оракулов для обеспечения контроля за выполнением основных этапов дорожной карты организации, платформы для возможности привлечения средств в проект, без переведеначальных затрат и специальных технических заданий. Смарт-контракты переводят средства по проекту только по достижению операций дорожной карты. То есть, понимаете, если проект заявил какой-то план развития, то, соответственно, он данного плана должен придерживаться. Но если, соответственно, проект не придерживается плана, то, во-первых, это уже, так скажем, недобрый знак, это значит, что проект, возможно, рассказал очень амбициозные планы, а по итогу их не выполняет, либо еще что-то, какие-то причины. Ну, то есть, для этого как раз-таки и служит такая система, как то, что если проект не идет так, как должен идти, не развивается, то, соответственно, деньги инвесторам возвращаются. Какие преимущества у В12? Протокол В12 снижает риски и издержки, защищает от мошенничества, создает прозрачность и доверие между проектом и покупателями токенов. Первое место, и, кстати, в данном проекте, что интересно, заняло первое место, как лучший из всего проект на World Blockchain Forum в Нью-Йорке. Также у проекта есть уже разработанная версия, разработанный продукт, который можно будет, кстати, посмотреть. Вот, кстати, как раз-таки он здесь и представлен, то есть, здесь, естественно, надо будет зарегистрироваться и уже непосредственно участвовать в краунфаундинге. Как видите, они его называют краунфаундинг 2.0, в том плане, что уже здесь вы все-таки участвуете без риска. Ну, здесь, кстати, вот есть уже примеры, какие проекты здесь уже представлены. Также есть благотворительность. Также есть рейтинги, то есть, ну, в принципе, здесь видите проекты и уже не помечено, что они используют V12 протокол. Ну, повторюсь, V12 протокол, это протокол, который как раз-таки оберегает вас от того, что вы инвестируете в проект, который по итогу не будет работать, ну, соответственно, вам вернутся деньги, что уже как минимум неплохо, потому что, как минимум, вы их не потеряете. Как будет работа V12? Инициатор DAO заполняет дорожную карту на платформе V12, задает в настройках количество процентов, количество и процент средств, необходимых для реализации каждого этапа. DAO выпускает оригинальные ABC токены в протоколе V12 или проект переводит часть выпущенных ранее оригинальных токенов на адрес смарт-контракта в протоколе V12. Блокчейн протокол V12 выпускает обеспеченные токены формата ABC-V в качестве равных полученных оригинальных ABC токенов. Пользователи переводят средства на адрес смарт-контракта и получают токены ABC-V. Средства хранятся в DAO-фонде в смарт-контракте и приводятся к проекту по достижению цели, указанных в дорожной карте. Приобретая ABC-V к токену, пользователь может обменять токен на регальный ABC-токен проекта через V12-токен-челленджер и при необходимости продать оригинальный ABC-токен на бирже. Проект может определить период заморозки, в течение которого продажа токена запрещена. Вот здесь как раз-таки показана эта схема, как вы будете получать. То есть, понимаете, на каком-то процессе этапа вы будете получать, ну так скажем, аналог токена. Если вы захотите, то вы этот токен можете поменять уже на оригинальный токен, ну либо уже в дальнейшем там какие-то свои действия предусмотреть с этим токеном. Система на самом деле достаточно интересна, может быть непонятно с самого начала, но как минимум она интересна. И повторюсь, что основной принцип здесь достаточно простой. Вы, вкладывая деньги в проект, должны быть уверены, что проект будет развиваться. Соответственно, за проектом закрепляются определенные точки в роудмэпе, в соответствии с которыми он должен двигаться. Соответственно, по достижению каждой точки, проект получает нужные для достижения проекта средства. Ну и, естественно, инвесторы получают уже часть токенов того проекта, которые там, то есть эти токены, которые на данный момент, на каком этапе находится данный проект. Если этого не происходит, то деньги возвращаются инвесторам, ну и, соответственно, проект в итоге ничего не получает. Ну а вы таким образом уже имея и долю в проекте, плюс имеете такую гарантию того, что проект как минимум с вашими деньгами не сбежит, ну и плюс вы получаете определенную выгоду от проекта. Ну и повторюсь, дальше вы уже решаете сами, либо ждать непосредственно окончания проекта, либо получать вот эти токены ABCV, токены, которые дают на, то есть по достижении каких-то точек будет возможность их получить, ну и соответственно дальше их уже обменять. Что интересно, у проекта уже есть тест-нетворк, где можно как раз-таки посмотреть, потестировать, ну узнать как это работает, ссылки есть на сайте, также все здесь можно посмотреть, пощупать и опять же почитать информацию здесь, что вот особенно радует, информации по проекту очень много, плюс она есть на русском языке, что вдвойне еще радует, потому что ну как минимум будет достаточно легко. это все читать, узнавать. Что еще полезно, да, продукт есть на гитхабе, это тоже мне лично нравится в том плане, что я вижу, что там происходит, какие основные моменты развития, какие технологии используются, ну и соответственно это только еще добавляет плюсов данному проекту и в принципе опять же здесь за проектом также можно следить. Вот такой вот на самом деле достаточно интересный проект получился, как вы видите сейчас идет активно краудсейл, где можно поучаствовать, плюс получить какие-то бонусы на данном этапе, ну и в целом я вам советую данный проект изучить и посмотреть как это работает, особенно те, кто допустим не знает, что такое DAO, может быть, я допускаю, что еще не все с этим знакомы, ну понять, что такое оракулы, в принципе, как работают смарт-контракты, ну и я думаю, что вам данный проект станет достаточно простым для понимания. Ну также видите, здесь оценка рынка есть, ну действительно рынок большой, но к сожалению, как раз таки то, что здесь большие деньги и привлекает всякие мошеннические схемы, что конечно же удручает, ну вот будем надеяться, что проекты по типу В12 как раз таки помогут эту сферу, так скажем, очистить от ненадежных проектов. Спасибо, что смотрели данное видео, подписывайтесь на канал, будут еще новые обзоры, всем пока!